Ну, я не знаю, насколько я понимаю, с дождем они же работают, просто они не попадают в эти пакеты, что ли, да, я так технологии не знаю, и там, насколько я слышал, что ссылаются на то, что они там не платят что-то, то есть какие-то такие причины, достаточно объективные. Но конкретно в отношении дождя я бы сказал, что я не думаю, что это вот в контексте всего, что происходит, это верное решение. Даже учитывая, что, может, у них и средств нет, я бы каким-то образом помог им высказывать свою позицию, потому что все равно понятно, что за дождем стоит определенная часть нашего общества, и они выражают интересы этой части. И даже с точки зрения, вот даже, вот, мне кажется, власти, важно вообще знать, о чем они говорят. Не надо это все запихивать туда, на кухне, это лучше, когда это звучит публично. И в этом, кстати, был один из минусов СССР, серьезно. В СССР вообще запихав все на кухне, в результате получили вот то, что получили в большой степени. Поэтому я думаю, что как раз это не очень верно. Я не думаю, что это правильно, вот, дождь убрать туда, куда-то, совсем в зону, в зону темноты, где его там... Да, да, даже, я повторяю, даже если экономически, там, вроде объективно они там, но надо, мне кажется, было им позволить вещать и таким образом как раз иметь какой-то источник, даже информации о том, что часть нашего общества думает, какие, так сказать, пусть даже мы не согласны с этим. Поэтому я вообще все-таки сторонник действительно большой, большой степени свободы выражения. Я думаю, что одна из проблем СССР была в том, что мы не имели информации, потому что действительно нам ее не давали. В результате многое из того, что мы сейчас понимаем, мы видим совсем по-другому, это, кстати, в пользу СССР. Сегодня мы понимаем, что СССР был прав в тех или иных вещах, но тогда мы этого не понимали, просто нам закрыли все. Не надо бояться все-таки, свобода слова это важная вещь. Люди должны высказывать свои идеи, это важно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!